МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В нашем студии Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Страшная авария на пешеходном переходе. Мальчик пережил клиническую смерть. Находится в тяжелом состоянии. Не путать болячку с опухолью. В Краевом онкоцентре всю неделю проверяют на рак пта, носа и глотки. Барнаульский монах, сибирские статные. Зачем дети и известные жители края разводят породистых голубей? У меня скромная по размерам голубеводов голубятная. Пределы 50 штук. Мальчик, которого сбили накануне на пешеходном переходе у торгового центра огни, находится в тяжелом состоянии. Он пережил клиническую смерть. Как нам сообщили в Краевом Минздраве, накануне в экстренном порядке ему провели необходимые операции. Ребенок подключен к искусственной вентиляции легких. Авария произошла днем 15 сентября. Десятилетний мальчик с самокатом переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на него наехал автомобиль Toyota Cresto. По словам очевидцев, от удара мальчик пролетел несколько метров. Свидетели также говорят, что мужчина даже не пытался затормозить. Полицейский сообщает, что водитель не имел водительских прав. Сейчас проводится проверка. К другой теме. В Барнауле начали долгожданно ремонт лестницы, ведущей в Нагорный парк. Накануне все входы туда были огорожены. Доступ для гулящих ограничен. Напомним, согласно муниципальному заказу, лестничные пролеты покроют нескользящим покрытием из резиновой крошки. Стоимость работ обойдется городскому бюджету более чем в 2 миллиона рублей. Напомним, новая лестница появилась в конце 2017-го. И уже в первую зиму стала объектом критики со стороны горожан. Ступени и лестничные площадки даже при легких заморозках скользили и были опасны для здоровья. Почему противоскользящее покрытие не было сделано сразу при строительстве, лестницы мы узнали от специалистов городской мэрии. Данные работы мы выполняли в рамках проектно-сметной документации, которая у нас прошла экспертизу. И, соответственно, уже после того, как проект разработан и экспертиза прошла, вносить в него какие-то изменения, особенно в ходе производства работ, ну, это неприемлемо. Все работы должны закончиться уже к концу октября. Надеемся, что предстоящей зимой здесь можно будет гулять, не боясь упасть. Лежащего инвалида первой группы вместе с мамой выселяют из аварийного жилья. Дополнительной материальной помощи, помимо рыночной стоимости квартиры, ждать им не стоит. А за те деньги, которые предлагают оценщики, новый дом не купить. Полина Жданова продолжит. Помаши всем привет. Всем привет, скажи. Привет, привет. Вот так еще постарайся, еще пальцы разогни. После страшной аварии Артем Британов не встает. Уже три года парень и его семья тратят на лечение сотни тысяч рублей. Борются за жизнь, а теперь еще и за жилье Артема и его маму выселяют. Дом аварийный. По оценке стоимости их жилье тянет всего на 590 тысяч рублей. Даже на самую маленькую квартиру не хватит. Комната не рассматривается, это однозначно. Получение просто денежной компенсации и покупка этой же какой-то комнаты, ну это не просто, я даже не могу представить, как это все будет происходить. Здесь хоть все маленькое, но свое. Чтобы Артем получал должный уход, нужен как минимум отдельный санузел, чего нет в коммунальной квартире. А получить жилье вне очереди, как инвалид, Артем не может. У него нет хронического тяжелого заболевания. И семья не признана малоимущей, а это одни из главных требований. К сожалению, в настоящее время это сделать очень сложно, поскольку у них уже есть жилое помещение и пенсия по инвалидности, которая соответственно будет превышать установленный МРОД. Государственной программы поддержки, которая могла бы помочь Артему, на сегодняшний день не существует. Есть только один выход, который и предлагает семье Британовых городской комитет по ЖКХ. Для решения вопроса у нас в городе Барнауле есть социальная поддержка в соответствии со 161-м решением Барнаульской городской думы, где они могут ориентовать жилое помещение до момента решения своего вопроса по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Но и на съемную Британовы переехать не могут. Не каждый арендодатель переоборудует квартиру под инвалида. Поэтому пока Артем с мамой летают на реабилитации, их родственники борются за полноценные квадратные метры и пытаются сделать практически невозможное – оформить статус малоимущей. Тогда есть шанс получить ключи от квартиры, а не комнаты. Полина Жданова, Александр Антропов, Илья Халяпин. День с толком. В Барнауле бесплатно проверят на рак носа, рта и глотки. Сегодня в краевом онкоцентре начали принимать жители региона, которых беспокоят боли или новообразование во рту и на губах. В течение пяти дней в клинике «Надежда» будут открыты три дополнительных консультативных приема врачей-онкологов. Специалисты проверят слизистые рта и носа. Даже такого осмотра достаточно, чтобы выявить онкологию на ранней стадии. Часто больные путают опухоли с обычными болячками, язвочками. В прошлом году у 150 жителей края выявили рак полости рта. Половина из них попали в руки онкологов уже на третьей или четвертой стадии. Если в полости рта появились болезненные ощущения, локальные, или язвочка, или наоборот образование, и все это в течение двух недель не проходит, то можно смело приходить. Прием онколога проводится только по предварительной записи. Номер телефона вы видите на своих экранах. Первый юбилей отметил питомник голубей Краевого детского экологического центра. Ему исполнилось пять лет. В честь этого события здесь прошел день открытых дверей. На праздники в Голубятни побывала наш корреспондент Полина Жданова. Она расскажет, зачем люди тратят столько сил и средств, чтобы разводить породистых голубей. Во все времена голуби считались птицами мира. В древние годы их использовали как почтальонов. В советское время мальчишки гоняли голубей по крышам, пытаясь приручить. В современном мире голубь – это птица благородная, поэтому их разведение – целая культура. Красный, желтый, черный, барнаульский монах, сибирский статный. В питомнике детского экоцентра больше десяти пород голубей. Когда-то в мире не было столько разновидностей этой птицы, но сегодня в Европе регулярно проводятся голубиные выставки. В России разведение голубей пока на начальном этапе развития. На выставках встречаю очень многое из России, которые покупают голубей, привозят их, смотрят, как организованы выставки, как сам дух, что там происходит. И постепенно эта культура переходит и к нам. Питомник детского краевого экоцентра в этом году отметил первый юбилей. В честь пятилетия в гости прибыли и местные заводчики голубей, причем с солидным стажем. К примеру, председатель краевого законодательного собрания Александр Романенко увлекается разведением голубей с самого детства. Я немного держу, у меня скромная по размерам голубеводов и голубятня, в пределах 50 штук. Я считаю, мне это достаточно для того, чтобы духовно отдохнуть, да я скажу, и физически отдохнуть, и в то же время позаниматься, насколько это позволяет, и селекцией. Как рассказали заводчики, голуби спокойные и умные. Птицы хозяина никогда не клюнут, ухаживать за ними несложно, впрочем, как и разводить. Кстати, среди желающих сохранять и приумножать популяцию породистых голубей, есть и школьники, но пока их немного. В экологическом центре детей учат ценить и любить эту птицу. Зачем разводить голубей, как думаете? Чтобы больше животных на планете стало. Как культурные птицы в столице, в Париже, они считаются птицами культуры. Еще в Барнуле считается то, что голуби как экспонат, можно сказать. Между тем голубеводы надеются, что скоро выставки птиц мира в России будут обычным делом. К тому же, наряду с попугаями, породистые голуби станут распространенными домашними питомцами. Ведь стоят они порой даже дешевле других пернатых. От 500 до 1000 рублей за особь. Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком.